Субтитры создавал DimaTorzok Роль которого играл на прошлой лекции соседний каталог Настоящее удаленное хранилище В общем-то от вашего, как мы уже выяснили, не отличается ничем За исключением, быть может, одного свойства А именно, скорее всего, удаленное хранилище, в которое постоянно люди, значит, вы, постоянно что-то пушат Оно там в реале развернут как бы репозиторий Репозиторий без рабочей копии Потому что рабочая копия там не нужна Потому что с ней никто не работает обычно И потому что она мешает, когда вы пытаетесь пушить в ту самую ветку Которая соответствует текущей рабочей копии на удаленном хранилище Мы помним, что на самом деле любой репозиторий Это и есть хранилище И может быть удаленным Склонить можно что угодно Пушить можно куда угодно За исключением вышеоговоренной разницы Вот, например, вы можете завести на одном компьютере хранилище обычное Ну или лучше B И с другого компьютера по протоколу Secure Shell Получать терминальный доступ туда и работать там Или не получать терминального доступа И пушить в качестве URL указав адрес ССХ Ну то есть просто пользователь на сайте таком-то там И это вполне себе работает Сейчас я попробую показать, как это работает Просто чтобы было понятно Кстати, я вроде бы починил вот этот терминал Он виднее Да Я его починил Дело в том, что у меня написаны адские Адские самописные скрипты Которые в зависимости от расширения экрана Подбирают размер букв И когда экран становится вот таким Как это было на прошлой лекции Размер букв уезжает Короче, мои скрипты дают сбой Ну, значит, давайте попробуем Во-первых, попробуем получить ключик свой Получил Ну или даже куда-нибудь Можно вот сюда Да ладно А, ну да, еще бы Во Вот у меня беспарольный доступ Потому что у меня есть ключ Который только что получил К удаленному хосту На этом удаленном хосте Есть какое-то количество гидрепозиториев Вообще неважно какое Ну, давайте посмотрим Вот так вот Да не фит, а гид, конечно Ну, вот какое-то количество и есть Это моя машина На седьмом этаже Рабочая, факультетская Вот Ну, даже не знаю Все что угодно Можно сюда засунуть Любой репозиторий Погодится Вот хоть вот этот Например Вот Таким образом Мы можем Сделать вот отсюда Гид клон Греб Срц репа Только давайте удалим Вот Обратите внимание Что когда вы Вообще не говорите Не указываете тип протокола Там ни хттп, ни гид, ничего Используется именно протокол гид Поверх протокол ссаж То есть реально Вот вы видите Что У меня Скьюришелл настроен так Что он постоянно показывает Графический ключ Так что вы видите Что соединение На самом деле Произошло протокол ссаж Пользователь На той стороне Был такой же Как на этой Джордж Поэтому мне достаточно Было указать адрес И каталог Который мы клоним И как видите Каталог вполне себе склонировался Давайте посмотрим Что там прописано Что там написано Прописано в конфиге А вот пожалуйста У нас есть ремонт Под названием origin Origin это тот ремонт С которого мы склонили И там прямо написано Урель вот такой Ровно то Чего я склонил Вот Соответственно Осталось только Один раз запушить Один раз запулить И будет написано Еще и В этом конфиге Куда пушить Куда пулить Так кажется нет А нет Нет Он по умолчанию Естественно Он туда же Собственно и пулит Оттуда и пушит Вот Если мне не изменяет память С той стороны Этот репозиторий Был не Б Соответственно При попытке запушить Сейчас мы увидим Увидим вот эту ошибку Про то Что там Да Но как видите Когда-то давно Основной способ Использования Гита Был ровно таким Именно поэтому Когда вы пишете Вот Когда вы работаете С гит Оверс ССХ С терминальным доступом У вас вообще Ничего дополнительного Писать не надо Да Минимального размера Урл Именно в этом случае Вот Понятное дело Что это Работает далеко не всегда Вот Например Если Ваш репозиторий Работает в качестве Публичного Вам совершенно Не обязательно Раздавать Всем Кому не попадет С СХ ключи Для доступа К этому репозиторию Вы вполне можете Выложить просто На их ТТП Да И гит сумеет Склониться оттуда Только запушиться Не сможет Вот Более того Специализированные Движки Хостинги Типа Того же Гитхаба Гитлаба Гитториус Сорсхата И так далее Умеют Не только Получать Не только Позволять Конить По ХТПС Но и Пушить По ХТПС По протоколу Вебдаф Правда Гитхаб Год назад Это дело Отменил Из-за того Что слишком часто Люди Продал Был свой пароль И потом Им что-то такое Пушили страшное В репозитории В общем Чуть ли не Двухфакторная Антификация Сейчас по умолчанию Вот Вот Но тем не менее Например на вашем Факультетском Гитлабе Это отлично работает Вы можете Ходить туда По ХТПС Правда придется Каждый раз Вводить логин и пароль Ну и пароль Логин-то запомнится А пароль придется Вводить Вот Вы можете Могли сейчас Подглядеть Что При использовании ССАЖ Совершенно Не обязательно Вводить Пароль Ну Логин там По умолчанию Я мог бы его указать Вот здесь А пароль можно не вводить Если Есть соответствующий ключ Который разрешает Авторизацию На удаленном сайте В частности Вот на сайте Греб Туда я и терминальный доступ Как видите Получил совершенно Без пароля Вот И Гид туда тоже Сходил совершенно Без пароля А все за счет того Что У меня есть Вот такие ключики В памяти У агента Сашного И соответственно С этим ключом Я могу сходить туда Вот И абсолютно безопасно Показываю Контрольную сумму От открытого ключа Потому что В действительности Роль играет Во-первых Неконтрольная сумма А во-вторых От закрытого ключа В общем И сделать Из одного Другое Невозможно Вычислительно Очень сложно Чересчур сложно Супер сложно Вот Ну вот А нет Есть вот такой вот ключ Наверное Его можно взломать Но Я не думаю Что кто-то из здесь Присутствующих Или даже кто-то Из смотрящих Наши видео Удосужиться Этим заниматься Вот А кстати сказать ПДСА меня конечно же Не пустят никуда Кроме там В общем никуда не пустят Это устаревший ключ Его давным-давно Уже не поддерживает Нормальный Сакиршал демон Ну вот В прошлогодней Кажется лекции Нет Какой там прошлогодней В лекции 21 года На эту тему Была целая лекция Посвященная Гиту СССР В ней много примеров В ней достаточно явно Описано Как всем этим пользоваться Поэтому мы вообще В наших лекциях нынешних Это не рассматриваем Считайте это Такой методичкой Пусть вас не обманывает Слово Прошлогоднее Я уже Видите Три года Как не делаю Этого на лекциях Дело в том Что подобного рода Рассуждения О том Как создавать СССР ключ Как его подписывать Как запускать Агента Как с этим агентом Получать доступ К удаленному Хостингу И так далее Подобные Рассуждения Присутствуют Почти всегда Когда мы Разработки Мы про это же Говорили В прошлом семестре Когда говорили Про разработку Под линукс Ну и так далее В общем Мне кажется Что мы сольте Эту тему Много раз В каждом семестре Смысла нет В общем Тем кому интересно Смотрите туда В чем идея Почему я вообще Вспомнил про СССР Во-первых Потому что СССР позволяет Нормально шифровать Трафик И соответственно Данные Которые вы Передаете Поэтому протокол В общем Так просто Зарею Ну Дешифрацию Так просто Провести нельзя Во-вторых Потому что Секюришел Предусматривает Асимметричное Шифрование Что Несколько Повышает Надежность Такую Чисто Практическую Забыл слово Социальную Ну короче говоря Что такое Асимметричное Шифрование Это когда у вас Есть два ключа Два Два Ключа Рядом лежат Один из них Вы называете Секретным А второй Публичным Публичный ключ Вы раздаете Всем И Ваше сообщение Устроено так Вы Шифруете Сообщение Своим Секретным ключом И Вашего товарища Вашего товарища Вы берете Открытый ключ Вашего товарища Этим ключом Шифруете Некоторые Данные Эти данные Больше никто Не может В мире Шифровать Вы тоже Не можете Кроме Вашего товарища У которого Есть закрытый ключ С помощью С помощью которого Эти данные Шифровываются Идея Стоит в том Что одним ключом Вы шифруете Другим Дешифруете И в зависимости От того Кто из них Публичный А кто секретный Это будет Либо электронная Подпись Либо Шифрование В общем-то Все Там еще Есть разговоры Monkey and the middle Про то Как подменять Ключи по дороге Про то Что открытые Ключи надо Передавать Надежным Способом Но это Уже Как бы За пределами Нашего С вами Разговора Вот А вспомнил Я про это Потому что Все Без исключения На моей памяти Все Гитхостинги Позволяют Вам В качестве Доступа Беспарольного К удаленному Репозиторию Сгенерировать Именно SSH Ключ Положить Его На хостинг Сказать Вот по этому Ключу Пожалуйста Меня пускай И гитхаб И гитлаб И всех Кто угодно Вот А я забыл Упомянуть Что беспарольный Доступ Обеспечивает Специальные Программы Под названием Агент Который Всегда торчит В памяти И держит Там Распарольный Ваш Закрытый Ключ Так что Если У вас На этой машине Есть суперпользователь Который Может этот ключ Подглядеть То он Конечно И может Воспользоваться Но если У вас На машине Есть суперпользователь То он Может сделать Что угодно Вы же понимаете Он может Заменить команду Python На команду Которая удаляет Все ваши файлы И вы ничего С этим не сделаете Так что Суперпользователь Везде Суперпользователь Ну вот Агент Позволяет Делать Беспарольный Доступ Собственно Вот эти ключи Как раз Хранит В голове Себе Агент И именно Поэтому Я могу Зайти Удаленный Пассаж На своей машине И на Некоторые Другие Ну вот Да Раньше Можно было Просто писать Логин Пароль От условного Аккаунта И кушать Код Сейчас Когда мы Кушали Код Нам нужно было Назать Логин Дальше Сгенерированный Токен Я правильно Понимаю Это было Не сейчас Ну вы Продолжайте Вопрос Нет Нет Разные Хостинги Поняли Что люди Не справляются С управлением Секьюришелом Почему-то Особенно Люди Которые Вообще Никогда Не работали С командной Строкой Которым Абсолютно Не задался Никакой Терминальный Доступ Никуда Вот И Выполняет Всю Вот Эту Последовательность Команд Собственно Вот Эту Последовательность Команд По генерации По генерации Ключа Там Кейген Какой-то Пасфразу Вот Они До финиш Не доходят И поэтому Разные Хостинги Придумали Такую Дешевую Пластиковую Имитацию Которая К сожалению Не стандартизирована Никак И у всех Хостингов Она разная Которая Состоит в том Что за вас Вот вы Ничего не делаете За вас Этот секретный Ключ Генерируют Вам показывают Прямо в броузере Вы оттуда Его копируете Вот И потом Этим секретным Причем Пользуйтесь Он естественно Не относится У него уровень Секретности Гораздо Меньший Ну потому что Его вам показали В броузере Например Мало ли кто Его по дороге Подглядел И сколько раз Вот Ну то есть Понятно что Там HTTPS На пути До вашей машины По идее Никто не мог Это подглядеть Хотя Возможно Мы по этому Поговорим В курсе По сетям Что Есть такие Современные Корпоративные Системы Которые Ровно этим И занимаются Они подглядывают Ваш секретный Трафик Потому что Они вам Подсовывают Ложные Ключи Но это Отдельная Совершенно Тема Вот Поэтому Это очень Похожий Механизм Но не равный Секретный Решелу И нужный Исключительно Для того Чтобы обеспечить Доступ По специфичному Протоколу Там происходит Так Вы заходите Обычным Вы заходите Туда Беспарольно По протоколу СССР Пользователем Под названием Гид Или Гитхаб Все Туда Могут Так Зайти А дальше Вы По специфической Настройке Демонстрируете Вот этот Токен И на основании Токен Выдают Или не Выдают Какой-то Такая Вот История Ну вот А значит Может быть Даже не ИСАЖ Я забыл Как там Устроено В общем Да Может быть ХТПС Кстати А не ИСАЖ Вы должны Я не помню Правда Врать не буду Ну вот К сожалению Они все Разные Давайте Вернемся К Гиту Значит Ну во-первых Я уже Говорил Что Гид Это такая Значит История Система Введения Истории Разработки В виде Ориентированного Графа Без циклов То бишь Сети И в нем Есть В нем Есть Понятие Ветка И понятие Дерева Причем Дерево Не является Деревом А ветка Не является Веткой Вот Про то что Дерево Не является Деревом Мы кажется Видели в прошлый раз Или позапрошлый Дерево Это на самом деле В действительности Такой Одноуровневое содержимое Каталога С объектами Со ссылкой На все другие Каталоги Которые В нем Содержатся Такое Дерево На самом деле Это узел Дерева Это во-первых Во-вторых Ветка О которой Мы будем сегодня Говорить Это тоже Не совсем ветка Хотя выглядит Очень похоже Самое главное Различие Понятие Бранч От понятия Ветки В нашем Бытовом Представлении Что она Умеет Динамически Переотрастать Из разных Мест В которые В данный Момент Расходятся Истории Вашей Разработки Вот Сама Это такой Фронт Разработки Вот у вас Есть Ваш репозиторий Вы что-то В нем Делаете И вы можете Делать Это Как бы По нескольким Направлениям В двух Разных Местах У вас Вы можете Получить Рабочую Копию Из одной Ветки Рабочую Копию Из другой Ветки Вот Поработать С этой Веткой Накоммитить Туда Что-то Переключиться На другую Ветку То есть Получить Рабочую Копию От другого Фронта Разработки Накоммитить Туда И так Далее Вот Потом Когда По каждому Из фронтов Работ У вас Работа Окажется Ну Условно Законченной Эти ветки Можно слить С помощью Специальной Команды И у вас Вот этот Граф Эта сеть Как раз Будет Образуется Узел Слияния Мы сейчас Все это Посмотрим Не обязательно Мне показывать Руками Вот Давайте Мы для начала Посмотрим Как это Выглядит Я Написал Парочку Текстовых Примеров Тут у нас Уже есть Какой-то Лог Он Совсем Пустой Вот Давайте В этот Репозиторий Еще Чуть Накоммитим Что У нас Тут Календарь А что У нас В календаре А вот Так Вот Да Посмотрим Gitstatus Увидим Что Файл Изменился Но Он Not Staged For Commit Его Надо Добавить Вот Мы Можем Добавить Так А можем Использовать Камандочку Git Commit Minus A Которая Автомат Автоматически Делает Git Ad Для всех Файлов Которые Уже Были В репозитории Но При этом Были Изменены Как Например Вот Этот Я Иногда Буду Прямо На Автомат Писать Git Commit Minus A Потому Что У меня Пальцы Так Сами Делают Без Использования Мозга Вот Теперь Он Добавлен Для Commita Git Commit О Видите Я Пишу Minus A На самом Деле Хотел Писать Minus M Minus A Не Добавит Да Minus A Не Добавит Тот Трэш Который Вы Случайно Нагенерили И Новые Файлы Которые Вы Нагенерили Намеренно Но Они Новые Minus A Посмотрят Какие Уже Есть В Репозитории Файлы И Только Их Добавят Вот Для того Чтобы Не запускать Текстовый Редактор Для Редактирования Простейшего Commit Месседжера Я Использую Ключ Minus M Вот У нас Git Lock Теперь Вот Так Выглядит Вот Два Сообщения Вот Сейчас Добавим Еще Третий Commit Какой Нибудь Вот Опять Минуса Написал Вот Понимаете А Кстати Нет Сейчас Нужно Минуса Я же не Сказал Git От Commit Еще Commit Люблю Писать Спасибо Вот Как Видите С ключиком Минуса Было Достаточно Того Что Изменился Изменился Уже Имеющийся В Репозиторий Вот Теперь Давайте Отпачкуем От Этой История Разработки Вот Отсюда Ветку Отпачкуем Ее Для Начала Давайте Даже Вот Так Сделаем Чтобы Все На Экране Всегда Было Отпачкуем Для Начала Явно Указав Commit ID Вообще Когда Вы Работаете С Commit В Гите Есть Такое Понятие Commit Это Какой Угодно Индификатор Который В конце Концов Указывает На Commit Это Может быть Commit ID Это Может Име Ветки Это Может Быть Имя Тега Это Может Быть Расстояние От Текущего Фронта Работ До Конкретного Commita Назад В Истории Про Это Мы Сейчас Посмотрим Но Чуть Позже Но Пока Что Давайте Не Выпендриваться И Скажем Git Brunch Создадим Ветку Под Названием Ну Скажем New И Скажем Из Какого Commita Мы Созданием Ба Бах Что Сейчас Происходит Git Brunch Видите У нас Есть Две Метки Мастер На Которые Сейчас Сидим In New Я Уже Несколько Раз Замечал Что В Некоторых Дистрибутивах Пошли На поводу У Новые Этики И Слово Мастер Заменили На Слово Main Потому Что Мастер Это Хозяин Черных Рабов Вот Да Ну Неважно Значит Возможно Это Правильно Кстати Я Как-то Привык Что Слова Сами По себе Не Являются Обидными И Этими Самыми Ругательствами Как это Слово Инвективами До тех Пор Пока Ты Им Сам Не Придашь Смысла Ну Проехали Так Вот Значит Давайте Посмотрим Давайте Начнем С Некрасивого Потом Посмотрим Красивое Git Log Minus Minus All Minus Minus Если бы я помнил Граф А Ну Minus Minus All Тоже Можно Обратите Внимание Что Наша Разработка Пока Что Линейная Вот У нас Три Камита Вот Эта Ветка Под Названием Мастер И она Соответствует Нашему Текущему Фронту Работ Нашему Нашей Рабочей Копии А вот Эта Ветка По Названию New Мы ее Отпочковали Сейчас Вот отсюда Давайте Мы на нее Переключимся А Ну Да Это Я уже Делал New Что Сейчас Произошло Checkout Это Значит Взять Вот Этот Комитер И Синхронизировать Рабочую Копию С ним Если Вы Зачекаетесь На Какой У нас ветки Нету Такой Вот Ваша Рабочая Копия Но Что За Ветка Она В подвешенном Состоянии Сам Себе Злобный Буратино Но Поскольку Я В качестве Комитерша Указал Именно Ими Ветки То Теперь Понятно Какая Ветка Сейчас Будет Git Branch Нам Покажет Git Нам Покажет Вот Такое Вот Git Config Minus Global Code.pager А как же False Нет Пробуем Не Помогло Как этот Пейджер Отключить А ну Пейджер Какой Нибудь Ну-ка О Все Больше Нам Лес Не будет Мешать Значит Я Отключил Выдачу Постраничную Выдачу Диагностических Сообщений Git Вот это Было Тут Можно Заказать Каким Пейджером Смотреть Но Я не Хотел А вот Тут Я Сказал Что Нет Погодите Никакого Пейджера Не Надо Показывай Так Давайте Посмотрим Значит Еще раз Git Log Minus L Мы Посмотрели Видите Теперь Head У нас Указывает На Brunch New Давайте Закоммитим Какие Еще есть Команды Вот Git Log Нам Покажет Историю Конкретно Нашей Ветки New А вот Вот Этот Log Minus Minus All Покажет Что У нас Есть Ветка Тут Некрасиво Граф Я Сказал Во А вот Тут Красиво Давайте Еще Подскажем Wine Liner О Смотрите Какая красота А вот Здесь У нас Уже Нарисовалось Такое Нечто Что Абсолютно Не соответствует Гитовому Понятию Дерево Но Это Тем не менее Явно Какое-то Растение Вот Эта Наша Сеть Где Есть Общий Коммит Еще Один Общий Коммит На котором Ветки У нас Разделяются И два Коммита Один В одну Ветку Другой В другую Вот Можно Это Посмотреть Какими-нибудь Другими Броузерами Вот Мой Любимый Броузер Кугит Который Показывает То же Самое В графической Картинке Но Вообще Таких Броузеров Тысячи Ну Не тысячи Десятки Вот На сайте На сайте Кита Про Нех Есть Всякие Рассказы Я написал Что их Тысяча Их Конечно Не тысяча Но Тут Вот В количестве Вот Под Линукс Их Тоже Довольно Много Значит Почти Наверняка На вашем Дистрибутиве Будет Что-нибудь Типа Гит К О Даже У меня Есть Примерно Так же Он Устроен Гит Гит Или Что еще Смешнее Гит Гуи Ну Вот За Этого Я не уверен Что у меня Есть Нету Гит Гуи Гит 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 Гуи Они Вообще Входят В дистрибутив Самого Гита Но Просто Поскольку Это Графические Оболочки Вокруг Них Их Обычно В дистрибутивах Выпиливают Их Надо Ставить Отдельно Ну Потому Что у вас Гит Может быть Удаленный На машине Где вообще Никакой Графики Нет Зачем Там Гуй Вот Выбирайте Сами Да А еще В ваших Инструментах Разработки Типа Того же Пичарма Может быть Свой Собственный Просмотр Таких Деревьев Но Я уже Говорил Что я Довольно Плохо Отношусь К учебному Процессу На базе Пичарма Вот Пичарм Все делает За вас А потом Вы не знаете Что он Делает Вы в этом Я думаю Еще убедитесь Когда мы Будем Заниматься Непосредственной Разработкой Так Зачем Нужны Ветки Ветки Нужны Как я уже Говорил Для совместной Разработки Когда Несколько Человек Работают Над Разными Фичами В одном И том Жекозе При этом У каждого Из этих Людей В какой-то Момент Может Получиться Так Что Все Приложение Целиком Не работает Потому Что он Отлаживает Какую-то Функциональность Если Это Довольно Долго Происходит То Можно Особенно Это Хорошо Если Такой Человек Не один А вас Скажем Несколько Один Отлаживает Гу И другой Отлаживает Тест Или Что-то Еще Если Это Происходит Достаточно Долго То Вместо Того Чтобы Все 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 Делать Локальном Репозитории Пока Окончательно Не заработает Лучше Все Делать В отдельной Ветке Публиковать В эту Ветку И Кому Надо Помогут Вам С разработкой Этой Ветки А основная Ветка Например Будет Вести Свою Разработку Дальше Типичный Пример Такого Разделения Это Когда У вас Есть Приложение В боевой Эксплуантации Вот Если Приложение В эксплуантации То Как правило Минимум Три ветки Имеется В Разработчиков Это Ветка Дивил Где Идет Собственная Разработка Это Ветка Тестинг Где Идет Отладка И подготовка Приложения К релизу И это Ветка Продакшн Где Идут Багфиксы Уже Зарелизенного Приложения В которые Ну точно Нельзя Вносить Никакие Изменения Кроме Тех Которые Вот Ну Стопроцентно Необходимо Потому что Бага Обнаружилось Вот Соответственно Очень удобно При этом Обмениваться Коммитами Между этими Ветками И Внерживать Или Черепикать Про черепик Мы будем Гораздо Позже Если Успеем Коммиты Из Продакшна Условно Говоря В Дивил Вот Но Это Отдельный Совершенный Разговор Не Про Сегодня Такие Дела В той Схеме Которую Мы Сейчас Рассматривать И будем Рассматривать Весь Этот Семестр Я Буду Призывать Все Ваши Проекты Так Организовывать Это Будет Строгое Требование Коммитить Вы Можете Только В Свой Публичный Репозиторий Тот Репозиторий Который Называется Пришел Сорс И Собственно На базе Которого Делается Релиз В Него Коммитит Только Лид Лид Рассматривает Ваши Пол Реквест Принимает Их То есть У Каждого Разработчика В Наш В Той Схеме О Котором Будем Говорить Буквально На Следующем Занятии Есть Свой Собственный Публичный Репозиторий Он Там Ведет Свою Разработку А Взаимодействие С Лидом Основным С Мейнлайном Происходит Путем Обмена Запросами В терминах Гитхаба Это будет Пол Реквест В терминах Гитлаба Это будет Меш Реквест А на самом деле Вы просто Присылаете Набор Коммитов Которые По вашему Мнению Нужно Применить Дальше Лид Ревью Применяет Не применяет Ругается С вами Ну и так Это собственно Такая Супер Классическая Схема Распределенной Разработки Когда нет Такого места Куда Более одного Человека Одновременно Коммитит Хочу заметить Что про конфликты Слияния Мы в этой лекции Не говорим Потому что Конфликт Слияния Это отдельно Сложная тема И я бы хотел Чтобы сначала Вы познакомились С демоверсией В которой Все само работает А уже только потом Значит С так сказать Реал лайфом Где все само не работает Вот Делается очень просто Слияние Вы говорите Git merge И указываете Коммитиш Из истории С которым Вы хотите Померзжиться Вот Слияние Вед с разными Стратегиями Самая простая Стратегия Называется Straight forward Или fast forward Когда выясняется Что те Коммиты Которые вы хотите Примержить к своему Вообще Никак не отражаются На истории Они например Будут после Вот вы Застряли на одной ветке А другая ветка Идет дальше Вы берете И с этой веткой Померзлись И ваша ветка Тоже идет дальше История из двух Превращается в одну Вот Бывают другие стратегии Потому что Они Бывает так Что вам нужно Слить два коммита И они в общем-то Друг другу Они не противоречат Смысли контекста Они работают С разными кусками кода Но Все равно Нельзя представить себе Эти два коммита Например Вы редактировали Один и тот же файл Нельзя представить себе Эти два коммита Как последовательную историю Поэтому у вас В истории получается Merge commit И в истории Оказывается Вот такое вот Слияние двух веток Вот Давайте я попробую Попробую спровоцировать Merge commit Хотя я не уверен Что у меня это получится У вас Если не получится Надо здесь поставить маркер Все-таки В следующий год Все-таки это сделать А, нет Слушайте Давайте мы сначала Линейно померземся Вот у нас есть Наш этот самый У нас есть вот этот OneLine Да Давайте мы сейчас Померзем Вот этот Commit Вот с этим То есть Вот эту разработку New В Merge В Master Сейчас только надо Что у нас Head Git Checkout Master Git Merge New Ой А что это она Ну вот Хорошо Смотрите Я изменил Один и тот же файл Естественно Эти два комета Друг с другом конфликтует Хорошо Давайте тогда Сделаем не так Удаляем Удаляем New Делаем Новый Checkout Делаем туда Кстати Кстати можно сделать Можно сделать не так Давайте еще раз удалим Можно не так А можно сделать Git Checkout Checkout Minus Banyu Это одновременно Создание Бранча И сразу Переход Вот Давайте мы здесь Просто другой файл Создадим Да А нет Давайте сначала Посмотрим Посмотрим Что нам показывает История Нам история Показывает Все Очень линейно Мы удалили Старую ветку Создали Новую На том же На том же Камити Вот Давайте Теперь Сделаем Locale Че 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 Боже Что это Аааа Это я написал Программу Которая Декодирует Титры Из Gravity Falls Извините Так Она только В двух местах Облажалась Где Ну там Есть два места Где Невозможно Никаким Брутфорсом Декодировать Так Ладно Это конечно Очень интересно Но я хотел Не этого А что я хотел А хотел Просто вот так Написать Минус А Минус М Нет Надо сказать Git От Потому что Извините Это новый Файл Видите Он новый Вот Значит Поскольку Я создал Новый файл В этом коммите Я вангую Что если мы сейчас Зачкаутим Зачкаутим Ну короче Померзим Померзим New В этот самый В Мастер Да Я думаю Что ничего не Произойдет страшного О Обратите внимание На то Что Поскольку У нас было Две Разных Два разных Коммита В двух Разных ветках Обычный Стрейфорвард То есть Переставить Метку New Наконец Не выходит Нам нужно Слить Для того Чтобы слить Два Две ветки Используется Отдельный Специальный Коммит Который Называется Мершкоммит Вот И получается Вот такая Картина Вот они Раз Это самое Разошлись И вот они Слились Вот здесь Если Я добавляю На ветку Просто Еще Каких-то Коммитов А на основную Ветку Не добавляю Ничего Такой Мерш Выглядит Как просто Переставление Метки Ветка Такая Это туда же Где была Метка Метка Мастер Вот И там Никому Мершкоммит Не нужен Здесь была Стратегия Чуть более Чуть более Сложная Но она Видит с работы Вот Примерно так Выглядит Real Life Вот у нас На праке Василий Викторович Показывал Как выглядит Боевой Репозиторий Там огромное Количество Веток Но это Боевой Репозиторий Как раз Где Коммитят Все И поэтому Удаляем Удаляем После ветки После ветки После слияния Вопрос Дисциплины Разработки Я бы Не стал Потому Что Вот А вам Не нужно Это делать Это будет Ваш Лит Делать Вот В том Смысле Что В том Смысле Что Вообще Говоря Удалять Историю Это Плохая Идея Более Того Что Вы Здесь Можете Удалить Да Да Вы Здесь Можете Удалить Только Слово New Весь Граф Останется Тем же Понимаете Да Ну Да То Есть Идея Такая Что Правильно Я Понял Вопрос Если У вас Идет Разработка Какой То Фичи И Разработка Этой Фичи Закончилась Она Была В отдельной Ветке И вы С этой Веткой Померзились И вообще Не предполагается Что ее Будут Двигать Дальше Потому Что Фичи Разработаны Сам Понятие Ветка Сам Фронт Работает Под названием Ветка New Конечно Можно Ликвидировать Если Я сейчас Скажу Git Branch Minus D New Она Спокойно Удалится Потому Что Никаких Дополнительных Коммитов И граф Как видите Не изменится Единственное Что у нас Изменится Это не будет Пометки О том Что есть Отдельный Путь Разработки Под названием New Который Вот здесь Находится Так что Вы правы Конечно Такие вещи Удаляются И наоборот Если Например У вас Есть Специальная Ветка Под названием Допустим Tests Где вы Разрабатываете Тесты К уже Написанному Коду То Как правило Бывает В реал Лайфе Что Код пишется Быстрее Чем тесты К нему Если Конечно У вас Не тест Дривен Разработка И тогда У вас Есть Просто Всегда Отдельная Ветка Тест Которая Постоянно Межится С мастером И догоняет Его А мастер Межится С ней И догоняет Там Написали Замежили Здесь Написали Замежили Вот Могу Показать Какое Нибудь Боевое Применение Этой Штуки Ча Хэд Указывает На То Чему Соответствует Сейчас Скажу Чему Соответствует Текущий Текущий Рабочий Копий Нет Потому что На нашем Репозитории Рабочую Копию Указывают Ровно На Этот Камин А Origin Где Здесь Вы Видите Слов Origin А Вот Здесь Это Было Указано Здесь Указано А Почему Origin Head Да 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 Там Нет Рабочей Копии Но Там Есть Последний Пуш Который Мы Сделали Слушайте Правда Это Интересный Вопрос Что такое Origin Head Суд Словом Того Что Там Есть Рабочая Копия Вы Правда Я Жекланирую Репозиторий В котором Была Рабочая Копия Точно Обычно Такой Штуки Нет Вот Вы Правда Сюда Дайте Посмотрим Куда Нибудь Нет Нет Есть Ориджин Хед Все равно Вот Не знаю Ответа На этот вопрос Я не знаю Куда Куда Указывает Ориджин Хед Кроме Как на Последний Коммит Который Вы Сделали В соответствующую Возможно Это так Смотрите Когда вы Говорите Гид Клон Или Гид Пул То Надо же Знать С какого Конкретного Места Вот С какого Конкретного Коммита Вы Это Делаете Возможно Это Дело В этом Надо Почитать Не буду Врать Ну В данном Случе Он указывает Именно На текущую Рабочую Копию Потому Что Если Вы Переставите Скажете Гид Чекаут На какой Коммит Не Самый Последний В истории То Он Переставится Он Просто Является Последним Коммитом В текущей Ветке Что Такое Вот Это С учетом Того Что Удаленный Репозиторий Давайте Мы этот вопрос Отложим Я постараюсь Погуглить И ответить На него Особенно Если Вы мне Зададите В чатике Чтобы Я не забыл Ну Вот Значит Как мы Только что Видели Если Мы Забили Контекст В двух Коммитах Сделали Исправление В одном И том Месте То Чистое Слияние Невозможно Вам Нам нужно Исправить Ну Понятно Это значит Что исправления Произошли На одном И том Месте Файла И По-хорошему Надо сравнить Эти два Исправления Глазками И Вручную Как-то Превратить Два Исправления В одно Это называется Конфликтом И О том Как Разрешать Конфликт Мы будем Разговаривать В следующей лекции Потому что Это Мутный Такой Процесс Давайте Лучше Поговорим Еще об Одной Штуке Которая Называется Перебазирование Rebase Решает Она Ту же Самую Задачу Мы С Ребезом Встречались Еще В прошлый Раз Когда Редактировали Историю Но Это Был Ребез Такой Без Веток Мы Брали Текущую Ветку И Говорили Вот Этот Вот Этот Вот Этот Комит Мы Сейчас Заредактируем Насмерть Ну Или Насмерть Вот Но В действительности Как я Обещал В прошлый Раз Ребез Это Более Сложная Процедура Это Процедура Объединения Веток Но Не По Принципу Слияния Разработок А По Принципу Как У этих Самых Ботаников Прививание Вы Берете Ветку Отрезаете Ее В том Месте Где Она Росла И Прививаете В Другое Место Фактически Переписываете Историю Точно Так же Как Мы Переписывали Линейным Ребезом Но Еще Более Хитро Наиболее Показательно Наиболее Показательно Описание Что такое Ребез На самом деле Просто в документации По гидребезе Смотрите Вот у нас Исходная Картина Разработка Разработка Ветка Топик Ветка Мастер А дальше Мы берем И ребезим Топик Поверх Мастера И у нас Вот это АБЦ Отпиливается От того места Где оно росло И припиливается К Хэду Мастера И это Получаются Коммиты Похожие На АБЦ Но Естественно Другие Как Переписывание История Контент Там внутри Будет одинаковый Если не было Коммитов Но сами Коммиты В смысле Если не было конфликтов Но сами Коммиты Разумеется Будут другие Когда я Сам для себя Пытаюсь вспомнить Еще раз Что такое Ребез Я всегда смотрю На эти две Картинки Мне обычно Достаточно Это именно Что прививание Ветки С другого места Вот Потому что Если вы перешли На ветку Топик Сказали Гитрибейс Мастер Если у вас Текущая ветка Топик Вы говорите Гитрибейс Мастер Она перерастает Поверх Мастер А Гитрибейс Мастер Топик Это явное Указание Какую ветку Поверх Которой Привить Можно Но тогда У вас Оттуда Переотрастет Что-то Можно Можно Значит Что-то Я хотел Еще показать Как она Переотрастет Что-то Я тут Не вижу Слово Переотрастет А должно Быть Ну Смотрите Там Два Параметра Оба параметра Если не ошибаюсь Просто Комитиши Кажется Это даже Не название Ветки Если Это Просто Комитиши То вы Просто Указываете Два Комита Которые Откуда Отпилить Куда Припилить Он Просто Выбирает Ветку Да Нет Не Последнюю Посмотрите Еще раз Не Последнюю А то Место Где Эти Две Разработки Разошлись Ну То есть Смотрите Это Та же Самая История Которую Мы Сейчас Говорили Про Мерш Есть Две Разработки И Нам Нужно Их Объединить Мы Их Можем Слить Тем Самым Усложнив Граф Нарисовав Мерш Комит И Всякие Такие Штуки Или Мы Можем Сделать Вид Что Вот Эта Вторая Разработка Произошла Прямо После Первой Забыть Про Историю Этой Ветки И Сказать Эта Ветка На самом Деле Растет Прямо После Того Как Мы Закончили Работать На Предыдущей Да При Этом Были Какие То Изменения Да При Этом Изменится Содержимое Комитов Возможно Но И Столия Окажется Линейной Видите Мы Сейчас Все Это Видим Еще Раз Вот Я Хотел Трюк С Переотрастанием Ветки А что Я не вижу Слова Стрюка Давайте Слово Переотрастет Поищем Ой Вернись Конечно Конечно Конфликт И Всегда Возможно К сожалению А Да Вот Два Примера После Чего Мы Собственно Переключаемся На Разговор Про Всякий Гид Про Всякий Питон Значит Смотрите Да Так Вот Давайте Сначала Про Ребейс Поговорим Потом При Отрастании Тоже Поговорим Значит Давайте Прямо Три Коммита Отпочковать Переключиться Сделать Неконфликт Коммит Перебы Перебазить Хорошо Давайте Так И Сделаем Значит Что У нас Сейчас Есть Нет Нет Вот Такое Вот Смотрите Если Я Сейчас Удалю Вот Этот Меж Коммит То У нас Получится Как раз Та ситуация Которая Нам Нужна У нас Получится Два Общих Коммита Коммит В Одну Ветку Коммит В другую Ветку А этот Коммит Мы Просто Удалим Давайте Мы Переткнем Во-первых Назовем Вот Эту Вот Гид Бранч Нью Вот Так А во-вторых Удалим Этот Коммит Из Мастера И Переключимся Вот На этот Видите Он В мастере Вот На этот Гид Чекаут Гид Ресет Минус Минус Харт Что я Сейчас Делаю Я Переставляю Хэт Тот Самый Хэт На Предыдущий Коммит По сравнению С имеющимся Видите Вот На этот Этот Коммит При этом Как бы Пропадает То есть Его больше Не будет Вообще Видно В истории Но Он все еще Будет Лежать В репозитории Его Можно Будет Найти За одним Числом Особенно Если Вы Знаете Его Идентификатор Давайте Все По очереди Смотрите Rebase Внутри Которого Был вопрос Можно ли Перебезить Что-то Внутри Которого Есть Мерж Коммиты Это Bad Animal Я не знаю Возможно Я не знаю В каких Ситуациях Получается Каких Нет Вот Поэтому Давайте Ситуациях Упростим Прежде Чем Двинемся Дальше Давайте Я скажу Что Коммит Под названием C0A566A Все Существует Его Его Даже Можно Специально Найти Сделав Что-нибудь Такое Git Branch Для Начала Надо Сказать Git Reflog И Увидеть Reflog Я сказал И Увидеть Что Этот Коммит Есть Вот Он Вот Ort Прямое Слияние Этого Коммита Нет Ни В одной Из Веток Но Он Все Еще Есть Среди Среди Объектов В Репозитории Если Мы Сделаем Репак Тогда Он И Счезнет Соответственно Можно По Нему Сейчас Восстановить Эту Какую То Вот Еще Историю Которая Была Но Мы В Этим Не Занимаемся Просто Знаете О том Что Такая Команда Есть И Вы Можете Среди Этой Историй Все Найти А Иначе Иначе Вот Эта Штука Тоже Потерялась Но Нет Ссылки Ни Откуда Смотрите Если Бо Я Не Создал Вот Здесь Пометку Нью Я Да 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 Ну Хорошо Давайте Еще раз Посмотрим Исходную Ситуацию Она Классическая Две Ветки Мы Находимся На одной Есть Другая Давайте Мы Воспользуемся Rebase И Перешем Вот Этот Комет Поверх Вот Этого Не Сольем Их А именно Перешем Поверх Git Rebase У нас Какой Бранч Сейчас Бранч У нас Мастер Значит Rebase Rebase Поверх Мастера Накатим Ветку New То есть Наоборот Вот этот Пришпилим Поверх Вот этого Говорит Все хорошо У вас Все получилось Что у нас Получилось Оба Линейная История Как и Обещали Комет Под названием Locate Edit Добавился Поверх Комета Под названием Хоймай Edit Но Обратите Внимание Что это Вообще Другой Комет У них Поменялся Комет ID У него Вполне Возможно Поменялся Контент Внутри Просто Эти Изменения Оказались Безболезненно Прошли Их Оказалось Безболезненно Применить Поверх Вот этого Комета Это Другой Комет Любой Мы Помним Что Любой Rebase Переписывания Истории Там Меняются Комета Иде И вообще Все Кометы Но Зато Из Запутанного Запутанной Сети История Разработки Мы получили Очень линейную Разработку Как если бы Действительно Ветка Нью Росла Сразу Поверх Ветки Мастер Откатить Можно Но Нужно Поупражняться Потому Что Гитарь Флок Вам В помощь Вот Сейчас я Кстати Попробую Это Сделать Я Тога Забыл Зачем Сейчас я Попробую Это сделать Вот Зачем Сейчас Мы Сделаем Rebase Таким Образом Что У нас Внезапно Ветка Переотрастет На один Уровень Ниже Сама Собой Для этого Надо Восстановить Вот эту Ситуацию Вот Эту Вот Эту Чтобы У нас Было Слияние Сейчас Мы Восстановим Гит Бранч Нет Ну Сеть Смотрите Вот у нас Теперь их Много У нас Есть Ветка New Которую Мы Парибезили Поверх Мастера У нас Есть Ветка Мастер И у нас Есть Ветка Нет Которая Была Слита Давайте Удалим Этот Камит Чтобы Нам Не Мешал И это Мы Вспомнили Старую Старую Историю Вспомнила Бабка Как Девка Была Я Увидел Вот Этот Камит Еще Тогда И Сказал Ну Давай Пометь Его Меткой Он Говорит У вас История Образовалась Новая И вот Это Новая История Так Мы Сейчас Убьем Вот этот Камит Он Нам Не Нужен И Наша Ветка Нью Должна Переехать Сюда О Шикарняк Итак Давайте Еще раз Смотреть Что Мы Имеем Что Мы Имеем В ситуации Мы Имеем Два Общих Камита Один Камит На Ветке Она Называется Нет Другой Камит На Ветке Она Называется Мастер И Так Женю Потому Что Так Уш Выш Что Я Я Сейчас Хочу Взять И Объединить Камит Общий Да На Нет Видите Оно Все Приходит К нету Сейчас Мы Еще И Этот Камит Удалим Нам Меж Камит Не Нужен Сейчас Будет Еще Проще Только Для Этого Надо Сначала Гид Checkout Нет Так Теперь Передвинуть Head Вот Сюда Нет Секунду Я Хочу Чтобы Одна Ветка Была Тут А Другая Тут Хорошо Секунду Немножко Волшебной Магии Я Немножко Сам Собой Запутался Сейчас Мы Это Уберем Можем 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 Мы же Должны Счет Приплесить На Эту Ветку Сейчас Короче Я Все Сделаю Ну Вот Сейчас Я Этим И Займусь А Что Я Удалил А Минус Дэни Надо Сказать Вот Теперь Мы Передвигаем Нет Вот сюда Мы На Нет Ага Вот Все Я Упростил Ситуацию Вот У нас Есть Ветка Нью С Одним Кометом Ветка Нет Она Ж Мастер С Другим Кометом Вот Я Хочу На Какой Нибудь Из Этих Веток Но Скажем На Этой Слить Вот Эту Штуку Вот С Этой Слить Сделать Rebase В котором Вот Этот Комет И Этот Сольются Мой Прогноз Состоит В том Что Ветка Нью Сохранится В ней Вот Этот Комет Сохранится Общим Кометом Для двух Веток Окажется Вот Этот А Вот Этот Слитый Конец Выйдет Отдельно Сейчас Мы Все Это Увидим Только Убираем Еще Ветку Нет Еще Больше Да 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 Там Будет Три Поэтому Я Хочу Чтобы Нас Не Путал А Вот 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 Это Чистая Картинка Итак Мы Делаем Rebase Ну Скажем На Мастере Git Checkout Git Rebase Мы Хотим Вот Этот И Вот Этот Комет Слить Можно Написать В Rebase Можно Указывать Комет Не Обязательно Указывать Комет ID Можно Указать Расстояние От Текущего Места Ну И Минус И Конечно Вот Вот Мы Видите Head Тильда Тильда От Хэда Раз Два Комета Взять И их Приблизить Линейно Это То Что Мы Дели В Прошлый Раз И Минус И Минус Минус Интерактив И Слить Fix Напоминаю Что Fix Это Сливание Двух Комет Которые Оставляют Только Верхнее Сообщение А Можно Еще Сквош Это Двух Комет У Комет Мессед Тоже Надо Отредактировать Потому Что Их Будет Два Давайте Скажем Для Просто Ну Давайте Для Просто Ты Fix Все Прошло Хорошо Никаких Конфликтов И Внезапно Наша Картинка Выглядела Так Как Я Бланговал Смотрите Теперь Две Ветки Начинают Разрастаться В Предыдущем Комете Не В этом А Вот В этом Взяли И Переотрасли Почему Потому Что Мы Переписали Историю Мастер И Теперь Общий Комет У Мастера И Нью Сдвинулся Вниз Вот Это Вся Идея Про То Что Переписывание Истории Это Страшно Если Вы Такое Запушите Зафорспушите Ваши Репозитории Вас Подбьют Все Ваши Товарищи Которые С вами Синхронизировались До Этого И Это Иллюстрация Того Что Вообще Ветки В Гите Это Не Совсем Ветки А Это Такие Вот Именно Что Ну В общем Вот Еще Вопрос Я Понял Ой нет Тут Хорошо Пять минут Потратим На вот Этот Текст Значит Сравнение Смерш Переписывать Историю Нехорошо Как мы Уже Говорили Чудес На свете Не бывает И что Мерш Что Ребейс Все равно Ошибутся Если Вы Таким Образом Ведете Разработку Что Контексты Сохранились А Семантика Правки Не Сохранилась Ну Например Вы Взяли Поправили Функцию В одной ветке Вы Функцию В конце Концов Она там Вычисляла Условно Все В типе Инт А в конце Концов Закастили Клонг Инт Потому что Так Надо А в другой Ветке Вы сразу Переписали Локальную Переменную Из Типа Инт В тип Лонг Инт И дальше Все вычисления Шли в Лонг Инт И вы Ничего Не закастили При попытке Слить Эти два Изменения Неважно Чем Мерж Или Ребейс Оба изменения Вольются в результат У вас получится Что и кастинг есть И изменения Типа переменной Понятное дело Что смысла Этого не имеет Чудес на свете Не бывает Что еще Мерж Коммиты Усложняют Историю Сложная история Может быть Сложной Вот Главный Недостаток В случае Если вы Работаете С Типичным Типичным Таким Вот Есть какой-то Допустим Неадекватный Апстрим Который Очень странно Программирует И вы постоянно Его фиксите У вас есть Набор фиксов То держать Это в одной ветке И постоянно Мержится с Апстримом Это страшно Неудобно Как выясняется Потому что Мы помним Что Коммиты В случае Мержа У них Дата Остается Та же И вот Ваш Апстрим Вырывается Вперед Вы даже Правите Конфликты В коммитах Но сам Коммит Как был За прошлый год Так и остается В истории Ваши коммиты Лежат Где-то там В глубине Они опускаются На дно У них Время остается Тоже Даже если Вы их Исправили Вот Соответственно Получается Что логика Слияния В случае Мержа Обращается У вас есть Новая Новый Апстрим И ваши Старые Коммиты Но вам То их Нужно Поверх Нового Накатить И в этом Случае Ребейз Гораздо Более Понятен У вас Есть Апстрим У вас Есть Ваши Старые Коммиты Вы их Ребейзите Поверх Нового Апстрима Получается Новая Красивая Линейная История Вот Но Это Переписывание История Вы должны Быть К этому Готовы Во всех Остальных Случаах Особенно Если У вас Больше Одного Человека В процессе Разработки Конечно Мерш намного Удобнее Такие дела Все У нас Осталось Буквально 20 минут Даже 15 минут На разговор Про питончик Вот Но Слава богу Мы частью Этот разговор В прошлый раз Делали Я же В прошлый раз Поставил Пипсерч А потом Он мне не заработал Или это было Только на праке Пипсерч Не ставил Значит Сегодня поставлю Это Абсолютно Бессмысленная Утилита Но На ней Хорошо Показывать Как она не работает Значит Про зависимости В питоне Более подробно По сравнению С тем Что было В прошлый раз Зависимости Вообще-то Это понятие Такое Мутноватое Например У вас Бывают Зависимости На то Как ваша Операционная Система Устроена Ну скажем Вам нужен Не знаю Компилятор Вот Вы такую программу На питоне Написали Что Ему нужен Компилятор Или Ей нужна Какая-то Системная Библиотека Ну Не знаю Там Что-то Связанное Сеть Или С графиком В этом Случае Питон Никак вам не поможет Удовлетворить Эту зависимость Если Это зависимость Системная На какой-то Системный Компонент Вам нужно Вручную Ну как Вручную Самому Ставить Нужной Библиотеки Компиляторы Еще Что-то В состав Вашего Дистрибутива С которым Вы работаете Вот Если же Речь идет О процессе Разработки Про который Мы говорим В этом семестре И Только В зависимости Которые Вам предоставляет Сам Питон То Вы тоже Можете Эти Как бы Зависимости В этом случае Понимаются Как Какие-то Модули Питона Которые Вам нужны Для Абстрактного Процесса Разработки Вот Эти Зависимости Тоже Эшелонируются Вернее Не тоже Эшелонируются Потому что Во-первых Есть зависимости Рантайм Эксплуатационные Это то Без чего Ваша программа Просто не заработает То есть Если вы ставите Вашу программу Или ваш модуль Этот модуль Говорит Я буду работать Только в присутствии Такого-то Такого-то И такого-то Питоневого Модуля Поставьте мне Его Пип так делает Они включаются В эксплуатационной Зависимости Включаются Напрямую В зависимости Следующий слой Это сборочные Зависимости Development Они не нужны При эксплуатации Вашего модуля Но нужны вам Как разработчику При разработке Это всякие Линтеры Синтекс-чекеры Тестеры Библиотека ПТест Которая будет Вам Юнит-тесты Прогонять И вот это Вот все Вот там Вот это Вот все Особенность Сборочных Зависимости Стоит в том Что без них Процедура Разработки Которая принята В вашем сообществе Просто невозможна Вот Ну или там Работает С определенными Как-то Много чего Сделать нельзя И наконец Инструментальные Зависимости Это уже Как бы Независимость Это то Что вы Лично Понаставили Себя в окружении Потому что С этим вам Удобнее Ну какие-нибудь Редакторы Да Вот Или отладчики Вот Ну вот что-то Такое Даже гид В общем-то Является Инструментальной Зависимостью Потому что На самом деле Кто вам мешает Вести процесс Разработки Вообще Безо всякой истории Ну я понимаю Что вам мешает Здоровый смысл Мешает Вот Но тем не менее Вот Из стандартных Инструментов Про которые мы знаем Установщик Зависимости Это ПИП Вот ПИП может поставить Как мы уже говорили Кажется в прошлый раз Мы можем создать Чистое окружение А мы говорили А мы говорили в прошлый раз Про окружение Да Вот Мы можем создать Чистое окружение А что ПИПНВ и нету Давайте поставим его Вот Да Это значит Что я поставил ПИПНВ Прямо себе В домашний каталог А не в системный каталог Системы из-под рута Чего делать Категорически запрещается Если вы видите В какой-то инструкции От начинающего питаниста Сделать суду ПИПНВ Стал Немедленно закрывайте Эту инструкцию Так делать нельзя Да Нельзя ставить Внешние питонные модули Прямо в систему Это плохо кончится Ставьте их Даже не так Как я это сделал В виртуальное окружение То самое венф Про который мы говорили В прошлый раз Вот Вот то что сейчас Притащил за собой ПИПНВ Это и есть Эксплуатационные зависимости Без них он не работает Вот Давайте мы что ли А да Значит Допустим мы сделали Какой-нибудь Пайтон Три Минус м венф Продж Мы допустим сделали Виртуальное окружение Под названием Продж Почти никогда По крайней мере Вот непосредственно Венфом люди не пользуются Сейчас скажу почему Ну допустим мы его сделали Если мы сделаем Вот этот Активейт Как это обычно бывает Нужно в таких случаях Вот То мы получаем Во-первых Питончик Третий Теперь будет называться Просто питон Потому что он лежит Вот здесь Вот Ну и пип там лежит Тоже Вот И мы получаем Красивую картинку При которой В пипе вообще ничего Не стоит Только он видите Говорит Давайте мы обновим пип Ну давайте мы обновим пип Вот Это так называемое Виртуальное окружение Которое не является Ни виртуальным Ни окружением Но об этом уже говорили В прошлый раз Да Зачем пользоваться Анакондой Я не знаю Ответа на этот вопрос Я не знаю Зачем пользоваться Анакондой Анаконда убивает систему Анаконда нужна Для математики Которые ничего не понимают В программировании Хотят понаставить Кучу-кучу-кучу Своих Волшебных Математических Питонских пакетов Запустить Юпитер ноутбук И в нем Чего-то делать И это реально Гораздо лучше Чем обучать Всех этих математиков Пипинстал Ну правда На порядок Так больше Ничего не знаем Что-что А питон 3 Питон 3 Питон 3 Питон Потому что Вы можете захотеть Зачем-то Написать Именно питон 3 В скрипте Например Для Несовместимости С питон 2 Хотя его уже Не существует Много лет Да И вы можете Например Зачем-то Написать Питон 3 12 В скрипте Вы же В осях Вы проходили Такую штуку Смотрите Сейчас Сейчас А ну он просто их называет всеми тремя способами на всякий случай Я всегда ставил Словно Голсей И Ставят его Тут Там написано Просто Питон 3 То есть Там Это В основном Питон 3 10 А если хочешь использовать 311 Все правильно То есть вы правильно мыслите Действительно это именно они Вот Хорошо Значит Это был Венф Давайте Значит у нас тут ничего не стоит Пиплист Да Давайте туда что-нибудь поставим Ну например Пип Инстал Все тот же Пипсердж Вот Пока он ставится Я вспоминаю страшную историю про Пипсердж Пипсердж Была такая команда Раньше у Пипа Вот Уже много лет Как ее не существует Потому что Она использовала XMLRPC Механизм XMLRPC Для доступа непосредственно к сайту PyPy.org Вот И позволяла Делать примерно вот такое Ну Не знаю Мой любимый Каусей Да Вот То есть сходить на PyPy.org Прямо с помощью Пипа И оттуда вытащить Все пакеты В которых есть упоминание Слово Каусей Вот Поскольку это использовался Метод XMLRPC Он довольно медленный И вообще-то Его придумали не для того Чтобы люди им пользовались Но его выставили в интернет Все это действовало До 17-го или что ли 18-го года Пока какие-то облачники Не придумали делать Пипсердж На автомате При каждом диплойменте Каждого узла Каждого облака После чего PyPy просто лег На мат Потому что там были Ну реально Сотни тысяч запросов В секунду Вот Потом они вспомнили Что в 17-м году У них была ошибка В том, что PyPy Надо вообще выключить Потому что он показывает Неправильную информацию Взятую не оттуда Взятую из каких-то Из XML-дескрипторов А не из паспорта пакета И его выключили Но люди немедленно Написали PyPy, который Тупо парсят Тупо парсят Вот такой запрос И дальше Забыл слово Скрапит Веб-скрапингом занимается Вот Ну вот Значит, смотрите Теперь у нас PyP-лист Показывает Прямо список пакетов Локально поставленных Вот сюда В это Невиртуальное Ни окружение Вот Я уже говорил Почему оно виртуально Там просто впад Путон с другого места Запускается Мы можем сказать PyP-фриз И у нас Составится не просто Список установленных Пакетов А список установленных Пакетов В специальном формате В котором будет указана Четкая версия В какой версии Пакет должен стоять И вот эта вот штука Ее можно положить в файл И в этом файле В этот файл И потом сказать PyP-install Minus R Requirements Из этого файла И он вот Все эти версии Всех этих пакетов Поставит Вот Зачем нужен PyP-фриз И зачем нужно Четкое указание версии Мы говорим позже Это имеет отношение К процессу разработки Между совместной разработки Вот Обычно все-таки Не нужно указывать Четкие версии пакетов Вот А мы с вами Чуть-чуть дальше двинемся А то у нас осталось Всего пять минут Но правда Осталось не так много Разговор Вот Значит Версии В общем-то Указывать не нужно Но например Если вы хотите Чтобы у всех Членов команды Все работало Абсолютно одинаково Тогда конечно Версии Усказывать нужно Пип умеет Ставить что-то В венф Который вы сами Развертываете Но Есть одна Неприятный момент Один неприятный момент Если вы все Ставите В Одно и то же Окружение То есть не в венф А просто к себе В домашний каталог У вас набирается Такой большой пакет Всего Сейчас я покажу Большой пакет Всего Что вы Наставили себя В домашний каталог Вот Ну у меня небольшой Но если начать Ставить все подряд Он разрастается 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 И может так случиться Что среди пакетов Которые вы ставите Возникнут конфликты Одному приложению Нужен пакет Строго одной версии Или там Не больше чем одной Другому Не меньше чем другой И все это Одновременно Не взлетает Вот Для этой цели Изобретен инструмент PIPX Который позволяет Вам поставить пакет Сразу в изолированное Окружение И именно оттуда Запускать его Бинарник Ну давайте попробуем PIPX Сейчас Во-первых У меня тут PIP все еще нету Нету PIPX Install Ну Надо сказать Что я сначала Сказал PIP install PIPX Конечно Вот он Да PIP search Через подчеркивание Да Спасибо Вот Что при этом происходит Происходит примерно То же самое Что мы с вами Видели только что Только создаст Что Я не понял А Он уже там есть Сейчас Секундочку Уберем это Это останки Моего предыдущего Опыта Ну-ка Там уже был просто Файл PIP search Ну так вот Что делает PIPX Он вам создает Окружение В каком-то Специальном месте Я думаю Что где-нибудь тут Вот Даже не тут А где-то еще Вот Вот оно Во Туда Ставит все Что вам нужно А в Ваш Каталог Где лежат Бинарники Закачивает Вот такой Скрипт Вот и все Это просто Симлинк В нужное место В нужном месте И вот PIPX Очень удобно Пользоваться Чтобы понаставить Кучу всяких Приложения Написанных на питоне Просто PIPX PIPX И мы запускать их И они друг от друга Не зависят Они каждый Наплодит по Венву Вот Но зато они не будут Никак мешать Друг другу И вы их всегда можете Просто тупо удалить Так же как вы удаляете Обычный И наконец Последняя штука С которой мы будем работать Весь оставшийся семестр Это Значит Чудо тевтонского Сумрачного Ситовского гения Под названием PIPENV Который Который Позволяет нам Разобраться Как минимум Нам позволяет Разобраться Как максимум Еще кое-чего сделать С Вот этими Тут написано Dev workflow for humans Не верьте Иногда оно совершенно Антигуманное Но Проблема решает Значит Как разобраться Что такое PIPENV Ну как следует Из названия Это PIP плюс ENV Плюс Венв Вот Но в действительности Чуть больше PIPENV Нужен для того Чтобы Вокруг уже имеющегося Проекта В котором есть Какие-то зависимости На стороне Рядом Рядом С этим Рядом с этим Проектом Не внутри него Создать окружение Туда Понаставить Все нужные Зависимости А проект А проект Не трогать Ну давайте Попробуем Это сделать Сейчас Давайте просто Поищем Где среди моих Проектов Есть PIP-файл Да много Где есть Ну вот здесь Например Вот PIP-файл Это файл Это файл Который Откладывает После себя PIPENV Вот И когда Говорите PIPENV Shell Вы просто Переходите В какой-то В каталог С каким-то Проектом Говорите PIPENV Shell Он Вам Создает Соответствующее Виртуальное окружение Если его не было Ну давайте Мы его удалим Сейчас PIPENV Минус Минус РМ Вот мы его удаляем Что-то он Как-то долго Удаляется Вот Давай Давай Времени нет Говорим PIPENV Если Такого окружения Не было Он его удалит И он его создаст Видите Он создаёт Новое окружение Это окружение Находится у чёрта На рогах Вы никогда Никогда Не Наинтуичьте Как оно называется Вам всегда Будет Необходимо Заглянуть В пас Посмотреть Но Зато Никаких Изменений С текущим Каталогом Не происходит И Вот сейчас У нас Не стоит Ничего В этом пакете И мы Можем Сказать PIPENV SYNC Чтобы поставить Все обычные Зависимости Которые указаны Вот здесь Их здесь Правда Нет Если мы Хотим Поставить Так же И Не только Обычные Эксплуационные Но И Девелопмент Зависимости Мы говорим PIPENVSYNC Минус D Он сейчас Притащит Нам Сфинкс И каверидж Сюда А так же Все что нужно По зависимости От сфинкса И кавериджа Вы видите Что там Довольно много Этого всего Если мы Хотим Поставить Новую Зависимость И зарегистрировать Ее вот здесь Ну давай Рожай уже У меня время Кончается Если мы Хотим поставить Вот сюда Какую-то Эксплуационную Зависимость И чтобы Впоследствии Наш проект Ее воспринимал Как зависимость Мы говорим PIPENV Install Какой-то пакет Ну допустим Я не знаю Калсы Вот При этом Этот пакет Пипенсталится В то самое Окружение Которое Находится Вот здесь Вот здесь Вот 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 он Обратите внимание На то Что у нас В зависимостях Только три пакета Ковсей Sphinx Ковередж А на самом деле Их стоит Стоит больше Потому что Остальные были Притянуты Питеринсталом По зависимости Вот Если мы хотим Добавить Девелопмент Зависимости Мы говорим PIPENV Install Минус D Если мы хотим Поставить пакет Который Вообще Что же Называется Зависимость Инструментальная И ее Не нужно Никуда Включать И мы Вообще По него Потом Забудем Ну какой-нибудь Flake 8 Да У нас Нет Flake 8 Мы хотим Просто Вот Поставить Или что-нибудь Такое То мы говорим Просто Пипенстал Для того Чтобы Что-то Попало Сюда Говорим Пипенв Инстал Чтобы попало В Девел Зависимости Мы говорим Пипенв Инстал Минус D Чтобы никуда Не попало Просто поставился Пакет Мы говорим Пипинстал Ну скажем Инстал Ну скажем Вот тот самый Flake 8 А он кстати Наверняка У меня уже стоит Но он поставится Так же Вот Да Да Поставится туда В чем идея Если мы сейчас Выйдем из этого Окружения И скажем Пипенв Феррес А потом Мы пересоздадим Ну только не ERS А минус-минус RM А потом Мы пересоздадим То Вот мы его пересоздаем То все зависимости Указанные в пипфайлах По команде Пипсинг установится А все зависимости Все пакеты Которые просто Тупо Пипинстал Ставились Не установится Вот и все Да конечно По той же самой причине Потому что Пип находится Вот там Вот Вот в том месте Вот тут Вот он находится Вот в этом самом месте Вот здесь Вот здесь Вот Вот сейчас Я поставлю Все пакеты Указанные в пипфайле И девел И эксплуатационные Но не поставлю Flake 8 Потому что Он никуда не входил Вот Таким образом Можно Можно себе Устроить рабочее место В котором Указаны Какие точно Пакеты должны стоять Для того Чтобы разработка шла А дальше туда Доставить Что-нибудь такое Ну что вам хочется Или не хочется И вообще Про это не память Вот Вот они все Без Без Flake 8 Такие дела Кажется Я же рассказал все А нет Я еще не рассказал Одну вещь Как определить Список зависимости Которые вам нужны Для вашего пакета Давайте попробуем Это сделать И на этом закончим Б-б-б-б-б О! Это кто? Это просто Антиоциды Антио Антип торможу тороплюсь от этого торможу да блин о да как определить какие зависимости вам нужны в вашем пакете в общем случае никак нужно написать специальный инструмент который этим занимается вот который распарся синтактическое дерево всех файлов в вашем пакете удовлетворит все зависимости когда вы импортируете кусочек вашего пакета из вашего пакета же а все остальные превратит во внешние вот такой инструмент время от времени появляется в сети потом исчезает потом снова появляется я надеюсь что последний что я видел да я скоро закончу последнее что что я визу поэтому тест поэтри это наше все распарсить дерево зависимости может сам может может поэтри вообще делают все одновременно и мне это ужасно не нравится так а питон 10 вот сейчас мы поставим сюда эту штуку она называется по 3 dip hill теперь на цехе у потому что как вы помните проблема разрешение дерево зависимости она вообще-то такая уж как минимум трудно и поэтому и и в общем случае решить очень сложно 20 а по 3 проф и патрирек патрирек он показывает какие конкретно вам модули нужны для того чтобы ну каким конкретным от каких конкретно модулей ваш 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 пакет зависит можно еще ему сказать формате формате пип формат представьте себе что вы написали программу в которую вы понаставили кучу 500 каких-то модулей этих модулей у вас все уже засобирались этих модулей у вас в венге стоит 100 500 штук вам нужно указать только те которым вы реально пользуетесь в пип-файле это кто-то написал туда да проблема стоит в том что вы туда написали что то что вам надо еще немножко модуль поставили так пип-файле стало вы удивитесь вы удивитесь насколько люди безалаберные на самом деле делаем ведут разработку вот после того как этот инструмент был написан выяснилось что куча всяких модулей так устроены что там лишние зависимости не нужно отсутствует нужной зависимости и так далее здесь вот строго написаны модули которые вам нужны из них астре дифлип это модуль который и так есть в составе питона текст дистанции должен кто-то предоставить а эти а это берется из из да и из python файлов да 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 он делает синтаксический разбор все давайте все давайте бежим можно можно идти пожалуйста все всем спасибо у меня у самого время там не а а о а им что в о